Ну, мне очень обидно, когда в России, скажем, людей, скажем так, некоренных национальностей легко и просто прощают или дают какие-то сроки условные, легкие, которые еще и отбывают у себя там на родине, где им там ВИП-тюрьму представляют, и они очень быстро подпадают по всякой УДО там и прочее. Не дело не в их спортивных заслугах в том, что, скажем, малые национальности имеют как-то так вот за себя постоять, объединяться. И когда здесь русский человек попытался защитить своих друзей, то есть поступил со всех сторон благородно, и по-человечески, и по-христиански, и по-русски, и вдруг ни с того ни с сего он получает срок, это меня крайне возмущает. И тут даже не важно, в кого стреляли, а просто поражает вот эта циничность нашего правосудия, так называемого. Неужели вот они Бога не боятся? Все эти судьи, ведь есть высшие судья. Если коррумпированный судья дает кому-то срок, человеку невиновному, ведь рано или поздно, а на тебе, на твоих близких, это отразится. А то, что наша система полиции вся насквозь испорчена, я знаю из исповедей некоторых, понимаете, полицейских, там, сюда милиционеров, которые просто мне рассказали, как там, за звездочки, там, за премию в 200 рублей, там, людям давали срок, реальный срок в несколько лет, на них вешали преступления, подбрасывали там наркотики, там, патроны, еще там что-то. Все-таки закон должны охранять люди достойные. Они имеют право на достойные зарплаты, поскольку они рискуют жизнью, они, это некое мерило такое правды, и без правоохранительных органов человек не может быть свободным, поскольку преступники лишают вот такой возможности. Но хочу сказать в пользу случаям, что вот такие вот судьи, подобные тем, кто будет совершать такое решение, что рано или поздно Бог их накажет. Так побойтесь Бога.